Какой крутой фильм! Хорошо, что мы заранее классные места в интернете забронировали. Крутой фильм, но очень страшный. Страшный, но крутой. Алло! Света! Ага. Сто лет в кино не ходили, ага. А тут прикинь, какое совпадение. И кинотеатры открылись. И Толику зарплату выдали неожиданно. Хотя он не работает. Да. Толя! Шо, где наши места? Да, еще, еще. А не, не тебе. Да, все нормально. Платье надела свое, любимое. Красивое, единственное. Ага, прическу сделала. Представляешь, три часа меня мурыжила с этой прической. Пришлось поскандалить, конечно. Ты же знаешь, я этого не люблю. Но кругом же быдло одно работает, а? Вот в кинотеатре тоже одно быдло работает. Одному даже в рожу плюнуло. Прикинь, взял мой билет и порвал его, скотина. Это потом уже Толик мне объяснил, что это контролер. Но слюну ж не вернешь, да? Ну все, ага. Давай, Светуля, все, мы будем с Толи в кине. Ага. Толя! Да? Ну что, где наши места? Да ищу, ищу. Давай, ищи уже. Ищу, ищу. Ай! Женщина, вы мне на ногу наступили. И шо? Ну ты мне наступи, чтоб не поссорились. Эээээээ, не советую. Реально поссоритесь. ну ладно мысли ладно извиняйся кто-то же так бы сразу агата то ли шо 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 я в туалет забыла сходить галя ну иди я тебе потом расскажу чем фильм закончился шо галя уже сходила то ли я подумала шо идти если я не хочу ну правильно чо бучить женщина сядьте уже не на меня так что ты так орешь то я же испугалась пошли тебя присела поля где наши места шо мы тут ходим сейчас сейчас давай о есть 13 и 13 вот все как мы любим мужчина я прошу прощения а вы не могли бы пересесть на соседнее место мне попкорн некуда поставь смысле это мое место ну пожалуйста ой спасибо дай бог здоровья все-таки классно галя шо мы в кино пошли а то все время эти дома экранки смотрим вот эти вот ставки на спорт быстрый выигрыш халява 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 ну конечно уже нет смотри у меня по башке получишь вы можете потише кино идет а шо это кино уже идет конечно а я я думала реклама полик все из-за тебя ходишь тут людям на ноги наступаешь начало фильма пропустили мужчина а вы не расскажите шоу в начале было смотрите сами что поймете нервные какие психи то ля а и дико электричество на щитке выруби чтобы нам фильм заново запустили ладно ладно в общем в городе завелся маньяк в начале фильма нашли первую жертву сейчас полиция нашла вторую жертву ищут маньяка охренеть какой оригинальный сценарий поля а я что-то понять не могу это только у меня картинка плывет ты знаешь галя и у меня тоже ё-моё пришли в кинотеатр называется это же кран к ну куда я пишу тебе кинотеатре какая экран к это у нас что-то с тобой со зрением надо как у листу записаться да вам просто нужно надеть очки сама на день умная больно вот не указывать что делать разберусь сама это 3d кино его в очках специально смотреть надо поля вообще понимаешь что не говорят кажется да галя это нормальное кино но только для инвалидов по зрению извините пожалуйста но из-за вашей прически ничего не видно деточка это не из-за прически не видно это из-за твоего роста тебе ни хрена не видно табуреткой ходим олег а ну дай что вы делаете а у тоже очки хочу толь а ты молодец вот кто у нас семье добытчик а ну ты правильно свалился на мои хрупкие девичьи плечи сам хоть очки себе нарой он мужика вон у того забери вот этого то уже на халка похож он же мне лицо разобьет а ты ему скажи что если он очки тебе не даст я пять раз буду в туалет выходить туда-сюда 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 понял все равно не дадите кино посмотреть на пошли домой надо было на тарковского идти там такое было не встретишь сам быдло не 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 то левого галя ты что делаешь что ли я кружку не могу со стола взять ух ты какая баба как я там баба кобелина такой смотри на ой так я знаю эту актрисы то представляете а наш недавно развелась со своим этим мужем ну с певцом с этим с каким ну с этим а всем у которого из носа волосы растут волосы из носа растут у павла зеброва а это голливудский актер ты шут совсем соли а ты беста мужчина уже вернулись а можете мне за пивом сходить но ваш дорогу уже знаете там а может вы сами сходите вам кажется двигаться полезней ой хамло а какое ладно значит смотри она развелась этим усатым вышла замуж за этого лысого и родила бородатого ребенка ага а что ж ты так орешь пугаешь то мужчина я прошу прощения ага у меня просто она заорала у меня вот попкорн упал извините мужчина женщина мужчина женщина Женщина. Чувствую, что мужчина. Женщина. Ой, а я видела, у меня из ведра прям немного к вам залетело. Что? Ага. Ну все, можем продолжить. А, это с сыром. С сыром это ваше. Посмотрел. У меня ж было с беконом и карамелью. Жалко, что с кровянкой нет. Ага. Так, вы можете помолчать, сейчас будет самое страшное. Толя, тебе страшно? Галя, мне с тобой ничего не страшно. Потому что у него вся жизнь, как фильм ужасов. А вам страшно? А-а-а! Господи, это что ж все такие слабонервные-то? А-а-а. Прям как ты, Толя, на первом свидании. А-а-а. Что ты ржешь? Это фильм ужасов, тут нельзя ржать. А ты, кстати, помнишь, где мы с тобой первый раз поцеловались, а? Конечно, помню, Галь. В ЗАГСе. О ком ЗАГСе, Толя? В кино мы поцеловались с тобой, ну? А я думал, ты меня-то доела. Ты что, дурак? Я тогда вообще на диете была. А-а. Можно это? Что? Давай еще разок поцелуемся, а? Как тогда? А-а-а. Никогда не думал, что, придя на фильм ужасов, увижу монстра прямо за спиной у себя. Галя, у меня два языка сейчас, я не понимаю, как реагировать. Толя, очки сними. А-а-а. Да не, Галя, давай не сегодня уже. Ладно, давай тогда кино смотрю. Только ты смотри там это, не усни. Ага. А то я же тебе рассказывать ничего не буду. Галя! По-моему, это не 3D, а 5D кинотеатр. Я прям чувствую, как страшно главному герою. Как дам сейчас испугал, а. Ладно. Ну, шо я там проспала? Рассказывай. Ну, короче, хорошие подружились с плохими. Ага. И побили средних. Да вы можете просто помолчать. Ой. А я вспомнила. Я ж видела это кино. Ага. Да как вы могли его видеть, если это премьера? Да какая это премьера, Толя? Ну, это же версия французского фильма. Ну, вот это, помнишь? Да. С Жераром де Пердье. Ага. Хотите, расскажу, кто маньяк? Нет! Нет так нет. Шо вы разорались? Капец. Толя, только тебе по секрету. Маньяк полицейский. Спасибо огромное. Дальше смотреть неинтересно. А шо я такого сказал, а? А ты уши свои развесила, чужие разговоры подслушиваешь, шмакодявка. Молекула. Ага. Шо? Толя. Шо? А шо-то я не пойму. Шо? Ты шо, чеснока нарубил? Я? А кто, я что ли? Да ну, Галя, тут он полно народу. Ты смотри, ну, ну, выбрались, приличное место, он чеснока налупился, ну. А может, это ты? Да шо я того чеснока-то съела? Шесть зубчиков, да ну. Головок. Какая разница? Все равно не должно пахнуть. Я же его огуречным лосьоном запила. А. Вы можете дома выяснять отношения? Дать кино посмотреть. Тебе хорошо, ты сидишь кино и наслаждайся. А я вот всем этим дышу. Ага. Вот и закройте рот, чтобы мы тоже этим не дышали. Сам рот закрой, чтобы не воняло, понял? Ты посмотри. Шо? Толя. Огуречный сироп забродил. Толя. Шо? Я пока спала, у меня кто-то телефон стырил. Да. А ну, набирай меня. Шо, шо. Сейчас мы этих быстро воров вычислим, ну. А? Где-то здесь. Слышь, дрищ, иди отсюда. О, где-то здесь. Толя. Шо? Тут чипсы. О. И колу кто-то не допил. А ну дай. Давай, ползи сюда, сейчас твой день рождения отпраздную. А ну дай. Да что ж, где он этот телефон-то, а? О, по-моему, где-то я его видела. Главное её сейчас не пугать. Шо, пойдём уже отсюда. Меня аж очки запотели, блин. Да это фильм такой просто страшный. Ай-яй-яй. Ой. Ну вот. А ты полный зал, полный зал. Вау. Ну шо? Давай. Будем целоваться. Толя, какой целоваться? Видео на телефоне включай. Сымай давай это кино. Потом продадим этим. Ставки на спорт. Халява. 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 Шо ты так снимаешь? Это кино 3D. Через очки надо снимать. Давай, вот так вот. Давай, халява. Халява, так не на спорт. Сашка, я знаешь, что подумала? Может быть, поедем на какую-то экскурсию? Ну, посмотрим, как жили турецкие султаны. Викусь, я на прошлой неделе в Кончезаспе был. Забор там красил. Такой, шесть метров на три километра. Так вот, я тебе скажу, что турецким султанам до наших рядовых депутатов, как Лёшки до пенсии. Это точно. Ой, хорошо, что мы в этом году в Турцию поехали. Они, как обычно, пансионат-буревестник в Бердянске. Ну, в этом году Турция реально дешевле. Давай, выпьем с тобой за наш безмятежный отдых. И хорошо, что мы взяли с собой бабушку. Вот она за Лёшкой присмотрит, и у нас будет с тобой, ну, как бы второй медовый месяц. Мам, пап, я на море. Да, хорошо. А где ты бабушку потерял? Бабушка в ресторане. Ведет себя, как муравей. В смысле? Ну, она пытается унести еды в пятьдесят раз больше своего веса. Ура! Я дожила! Дожила! Коммунизм! Ну вот, векусь и закончился наш медовый месяц. Бабуля, что вы орёте? Да я коммунизму радуюсь! Всё бесплатно! Мы же в Советском Союзе его семьдесят лет строили, 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 строили. А он в Турции построился. Дабушка, это называется не коммунизм, а all-inclusive. All-inclusive? А нахрена мы в Советском Союзе коммунизм строили? Надо было сразу all-inclusive строить. А вы это у товарища Сталина спросите. Он же сейчас здесь, сюда переехал. Мне бы хотя бы одним глазком взглянуть бы, а? Бабулечка, ну он же шутит. Да умер ваш Сталин, умер. Запомни, Сашка, Ленин всегда молодой, а Сталин всегда живой. Вот. А турки молодцы. И в бога верят, и коммунизм построили. Молодцы. Ты представляешь, если бы мы её в Египет повезли? Она бы, во-первых, офигела от египетского коммунизма, а, во-вторых, бы офигела от количества мавзолеев там с вождями. Слушайте, а что вы меня раньше сюда не привозили-то, а? Ай, я поняла. Наверное, здесь раньше только члены политбюро отдыхали. А теперь и простым гражданам разрешили, да? Это же была забота о населении. Вы представляете, в то время вас сюда. У вас бы сердце остановилось. Я, наверное, здесь и умру. Мне уже кто-то в номере белые тапочки оставил. Ну, бабушка, ну не говори глупостей. Белые тапочки, а они кладут в каждый номер. Чё это? Того это? А что у тебя в пакетах? Ну, как что? Еда из столовки. Вы это, посторожите, я ещё скажу. Ты ж... Бабуль... Стой, куда ты? Куда? В столовку. Через полчаса коммунизм закрывается. Да вы... Зачем вам столько еды? Ну... Ага, вот оно. Поколение супермаркетов. Еды много не бывает. Сейчас пойду, а то халява может закончится. Да не закончится халява, ну чё вы начинаете? Едут бесконечный коммунизм. Можно и позавтракать, и пообедать, и пополничать, и поужинать, и поздно поужинать. Тут даже ночью пожрать можно. И завтра. И завтра. И послезавтра. И послезавтра. До конца отдыха. Это ж сколько пакетов надо! Да! Бабушка, Данил, ну что ты? Ну зачем пакеты? Никуда едать тебя не денется. Вот. Нам так же про рублино-сберегательные книжки говорили. Точно так же. Не волнуйтесь, граждане. Никуда отдастся, они не денутся. А потом кукиш! Кукиш! На, кусь и выкуси! Всё! Нету! Бабулечка, вы успокойтесь. Сходите вон, на баре себе что-то возьмите. Ага, на баре. Видела я там. А всё иностранное. А кто платить будет? Что? У них что? И в баре коммунизм, что ли? Ну, конечно! Ой, дед два года не дожил. Он же мечтал об этом. Он бы из партии вышел. Он бы ислам принял. Слушай, Алёшка, сходи на бар. Принеси мне коктейль с карвалолом. А то бабушка что-то распереживалась. Ой. Бабушка, а тебе карвалол с пепси или с колой? Так, не надо никакого карвалола. Лёшенька, принеси бабушке мохито, а мне опероль шприц. Шприц? Здесь что, и медицина бесплатная, что ли? Лёшка, возьми мне пять шприцов и запиши на МРТ. Побудешь там, бабушка. Опероль шприц это название коктейля, понимаете? Ну, это как... Как секс на пляже. Ой. Я поняла теперь, как они за эти коктейли рассчитываются. Ну, а что вы? Я женщина свободная. Уже два года. Поэтому могу и рассчитаться. Хи-хи-хи-хи. Так. Лёшка, ставь и давай мне, а моги пакет собрать, принести. Бабушка, ну я сюда отдыхать приехал. Вот. Ребёнка нужно с детства приучать к труду. А то вырастет, как твой оболтус этот. Лёшенька, помоги бабушке. Ну, давай отнесём в холодильник. Ой, Вика. А? А можно я в твой холодильник еду поставлю, а? А то мой забит консервацией, которую я с собой взяла. Ну, кто ж знал, что я из Конотопа сразу в коммунизме окажусь. Хи-хи. Идёт, идёт. Я в твой положу. Викусь, вот мы взяли бабушку, чтобы она за Лёшкой следила. В итоге нам придётся и за Лёшкой следить, и за бабушкой. Это хорошо, что она не знает, что тут фрукты бесплатные. А то она уже начала бы закрывать варенье в номере. Вика, где здесь можно банки взять? АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь фрукты бесплатные! Ба, ну, перестань! И крышки, крышки алюминиевые. Бабушка! О, слушай, я хотел ещё спросить, кто такие вот это на пляже эти ходят, такие в одинаковых майках, все со свистками по пляжу возле бассейна. Кто это? Это аниматоры. Кто? Ну, они развлекают, помогают, но делают так, чтобы твой отдых удался. Тимуровцы. Слушай, а можно я одного дёрну? Зачем? За что? В личных целях. В смысле? Он будет мне помидор крутить на мясорубке, а я сразу закатывать в банки. Банки. Что мы вообще бабушку убрали в Турцию? Надо было её отправить в буревестник. Там ей всё знакомо, всё понятно. Она там всех знает. Она же без этого своего, как он называется, электрофореза, жить не может. Хотите, пойдите в бассейн и окунитесь. А, не, 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 я не буду в бассейне. Наверное, как, надюрил кто-то. Да никто там не надюрил, бабушка. А я говорю, надюрил. Кто? Не важно кто. Знаю, было дело и всё. Бабушка. Да тебе не стыдно, бабуль? А чего? Я хотел, а это, а тут же нету эмэжо. Тут и не будет эмэжо, это Турция. Тут WC. Ну, VC. VC? Ну. А VC это другое? Ну, конечно. Это роутер, интернет. Блин, а я думаю, что у нас целый день интернета нет, а? Слушай, бабулечка, может ты и ляжешь, полежишь, нет? Нет, 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 полежать я ещё успею. Здесь отдыхать надо. Ух. Напоминаем всем отдыхающим, что сегодня возле бассейна нашего отеля состоится пенная вечеринка. О, класс. Я надеюсь, бабушка этого не слышала. Ты что, думаешь, реально пойдёт на пенной вечеринке тусить? Тряхнёт там стариной, главное, чтобы у неё ничего не выпало там. Слушай, я не за это переживаю. Пенная вечеринка. Она же начнёт всё перестирывать. Да, блин, правильно говорят. Сибирские мужики, по сравнению с твоей бабушкой, это так, детский лепет. Тут её надолго запомнят. Это точно. А ну пошёл, гадина. А ну пошёл. Гад такой, а. Сашка, вызывай милицию. Я вора поймала у вас. Я не вора. Я уборка на мирах. Постель меня. Бабка лицом мне плюнул. Бабка сюда в тюбетейка плюнул. Сказала, первый раз плюнул, во второй что-то сказала. Я не понял, навалить. Это страшно. Бабушка, перестань. Что? Это не вор, бабуля. А кто это? Это обслуживание номеров. Он пришёл поменять постель на чистую. Да. Врёт он, брешет. Зачем постель менять? Мы только вчера приехали. А в бурвестнике вон вообще никогда не меняли. Да. Я думаю. Бабулечка, ну это пятизвёздочный отель. Здесь меняют каждый день. Зачем? Вот такой вот беспощадный турецкий коммунизм. Всё. Хвалишь его, а он у тебя, гадина, деньги украл. Из сейфа? Нет. С постели. О, доллер. Видишь? Ай-яй-яй. Ага, я увидела сразу ему по кокам врезанную. Ай, коки, коки. Больно кокам. Больно очень. Извини, братан. Извини. А ещё она все мильные принадлежности забрала. А-а-а чё? Это ж хозяева, коммунизм. Так, бабушка, быстро верни обратно. Вот. Бабушка. На. Жалобина. И коки болят, болят, болят коки. Ба, тебе не стыдно? Что не стыдно? Что у тебя в сумках? Как что? Полотенца подарочные. Какие? Ну, он же нам новые положил. А я взяла и эти старые запхнула. А что? Это подарок будет. Большое я Никифоровне подарю на 80 лет, а маленькими уже будем Никифоровному обмывать. Так, бабушка, пожалуйста, не позорь меня. Возьми и верни всё обратно. Угу. И похоронные. И похоронные! И халаты. И халаты, конечно, верни халаты. И сейф. Что? Чу-чу. Конечно, верну всё. И птицу тоже вернуть надо. Какую ещё птицу? Ой. Захожу в номер к вам, а там вот такая лебедь плавает, плавает. По кровати вашей. Я её Аркадьевне на юбилей подарю. Она её в сервант поставит. Бабулечка, это просто полотенце. Это лебедь-дятел. Бабушка, вот это вот сделал уборщик, который приходил менять постель. Понимаешь, он за один доллар может всё, что угодно из полотенца сделать. Да? Всё, что угодно? Да. А может он мне сделать... Ба! Дулю. Вот такую. Я буду в Собес входить с ней и тыкать, 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 тыкать. Эй, миньон! Доллер хочешь? Иди сюда. Кошмар какой, а. Слушай, может мы её на экскурсию куда-нибудь отправим? Ты шо? Ну, по муколе пускай там погуляет, я не знаю, в собор Святого Николая сходит. Да пусть лучше она в отеле сидит. Тут за хулиганство максимум будет штраф. А за порчу исторических ценностей её могут и в тюрьму посадить. Я свою бабушку знаю. И её любовь к иконам. А ну иди, скотина ты, а, гадина. Вас не стало? Ну всё, и вас не стало. Бабушка, что случилось? Это кто вообще? Что? Диальте, фрау фон Мириль. Фрау, ты не... Немца поймала. Сашка, где здесь главный штаб этих коммунистов? Сейчас сдадим его. Да откуда я знаю, где тот штаб коммунизмов всяких? Зачем вы немца связали-то, ё-моё? Ну, как это зачем? Они всю жизнь хотели коммунизм разрушить. Бабушка, смотрите, сейчас времена очень сильно поменялись. Сейчас турецкие коммунисты, они приглашают немцев к себе в гости. Дружат они. Ага, дружат. Как мы с 39 по 41. Ага. А потом... Да дружились. А ну, пойдём, я тебя допытаюсь с пристрастием. Расскажешь мне, где золото рейха. Пошли. Пошли, господи. Когда у твоей бабушки электроэнергия закончится? Ну, послушай, она сейчас привыкнет и успокоится. Она хотя бы перестала показывать корочку ветерана труда, чтобы её пропускали без очереди. С утра. Стоит возле банана и спрашивает, есть льготные места или нет. А зачем ей банан-то? Да она без очков была, а банан большой, жёлтый. Она подумала, маршрутка. Вот куда ей ехать надо было с утра? Она же сказала, что тут помидоры хорошие. Поеду, утром рассады куплю. А на пальму вылезла и кричала. Никифоровна до девяносто шести годов дожила. Так кокосу и не пробовала. Хорошо, что не убилась. А как только приехала, все конфеты с рецепшена тебе в карман засунула. Говорит, и это Клавдии Петровне сладенькая напоминка. Тебе что, жалко, что ли? Мне? Жалко. Что-то я уже волнуюсь, давненько её не было. Ба! Ты что такая счастливая? Я замуж выхожу. За кого? За Мустафу. Это массажист местный. Ой, как он меня отмассажировал. Ой, и массаж сделал, и шпилинг. Я лет на сорок, наверное, помолодела. А ещё он массаж делает и приговаривает. Хорошо, Наташа. Хорошо, Наташа. Евгения Михайловна, вы же не Наташа. Знаешь, Саша, после того, что он со мной сделал, я готова быть и Наташей, и Андрушей, и кем угодно. Эй, ваш Кальян. Мустафа. Наташа. О, кожа как шарпей. О, тут как спанили. О, Наташа. Наташа. Пока. Мустафа. Зачем я это увидел вообще? Ладно, массаж я понимаю. Кальян-то вам зачем? Вы же не курите. А кто его курить будет? Ты посмотри, какая ваза красивая. Я её, Никифоровне, на юбилей подарю. Она туда цветы будет ставить искусственнее. А? Бабулечка, вы сюда отдыхать приехали? Или своим подружкам сувениры воровать? Ну, а чего бы не взять, если на халяву-то? Вот, халява, халява, халява. Вот почему у нас так всё, а? Вот поэтому к нам так и относятся, потому что мы любим всё на халяву. Вот, бабушка, 50 долларов вам. Пойдите в сувенирную лавку, купите вашим подружкам подарки. И не надо ничего воровать, прятать, закапывать. Вот. Я согласна. Согласна. Я надеюсь, ты в старости такой не будешь? Хорошо, что ты вот это вот всё придумал. Сейчас она пойдёт в сувенирную лавку, накупит там своим старушкам сувениров. Главное, чтобы не потратила на всякие глупости. Да. Потому как соблазнов тут очень и очень много. Да, соблазнов, да. Саша Вика! На парашюте не катайтесь! В него кто-то надюрил! Всё, моё, он дал 50 баксов на свою голову. Иди, спасай её, я в бар пошёл. Всё, не могу уже. Могу, ля! Всё, до свидания. Блин, Джейн, это так было смешно. Блин, а как вспомни выражение лица той женщины, которой ты в лоб батоном попал. Ну хоть надо наприкалываться. Она сама виновата. Мы же на пруду кормили уток. Она селфи делала, губы как выпечет. Ну я её и перепутал с уткой. Ну что, может присядешь? А, да, конечно, пожалуйста. Лавочка окрашена! Блин, Оль, ну какое же ты смешной. Такое перепуганное выражение лица. Ничего я не испугался. Я, это, хорошо тут в парке, красиво. И людей почти нет. Да. Смотри, первая звезда, можно желание загадать. Где? Вон, я уже загадал. Ой, прости. Ой, папа написал смс-ку, что он ключи от дома забыл. И в общем, я пойду сейчас на хозпарк отдам ему. В общем, ты жди меня здесь. Да-да. Или ты со мной пойдешь? О, нет-нет, что ты, я как-то не готов сегодня с твоим папой встречаться. Ну хорошо, я сейчас. Я пока на звезды посмотрю. Ты у меня сейчас будешь не звезды рассматривать, а звездюлей отхватывать. Ты анчоус сушеный. Алло! А-а-а! А-а-а! Егор Григорьевич? Егор Григорьевич! Ну, вы ведь должны быть на входе в парк уянных ключей забирать. А что вы тут делаете? Кусты подстригаю. А-а-а! Зачем? Ты, тупень лупоглазый, неужто непонятно тебе, что я тут, чтобы ни один извращенец по типу тебя к моей доченьке не прикоснулся? А если он что-то себе удумает, то я его быстренько остановлю. Как остановите? С помощью вот этого секатора. Чик, и все. А-а-а мы с Яночкой просто гуляли, ничего такого. Просто гуляли? Ага. Знаю я ваше, просто гуляли. Сначала просто гуляли, потом просто зашли к тебе домой, просто посмотреть детские фотографии, потом она просто забеременела, потом она просто бросила учебу и просто пересрала себе всю свою жизнь. Да что вы, я такого ничего не хотел. Рот закрой. Да, Тотя, да, ты уже на месте? Ух, ничего себе, ты у меня быстрая. А я в пробочке тут застрял. Давай я напишу, как подъеду. Давай. Значит так, шершень ты сутулый. Если ты удумаешь опылить мою квиточку, даже притронуться к ее лепесткам, я тебе этим секатором все отчикаю. Ты понял меня? Понял, понял. Понял, понял. Прикинь, в пробку он попал. Я в шоке. Так, на чем мы там закончили? Мы закончили на том, что я пойду домой. Мне пора пока. В смысле? Я это, в туалет хочу. Женька, ну в кустике сходи. Ты что, не дай бог в кустике. Мне как-то дома сподручнее. Я тебе завтра позвоню. А еще лучше через три года, когда ты университет закончишь. Женька, стой. Ну я понимаю, что ты очень стеснительный и не можешь решиться на этот первый шаг. В общем, на него решусь я. Какой первый шаг? Я тебя поцелую. Поцелуйся? Не надо. Меня нельзя целовать. У меня герпес. Женька, ну что ты такое думаешь? Ну ты здоровый. Здоровый. И я хотел бы еще хоть немного пожить. Женя. Что ты делаешь? Я решил спортом позаниматься. Давно не отжимался. Женя, ну потом позанимаешься спортом. Ты что? Спорт нельзя откладывать. Он жизнь не продлевает. А вот как раз поцелуи жизнь укорачивают. Как укорачивают? Как, как? Секатором так, чик, и все. Женя, ну быстро сел возле меня. Наверняка что-то важное. Папа, ай, он уже у входа. Ладно, я сейчас приду, посиди. Я тебе шо сказал? Не дотрагивайся до нее. Я ничего не делал. Она сама. Ага, сама. А кто трубочкой вот так губы трубочкой скрутил и лезет к ней? Я тебе так сделаю, что ты всю жизнь будешь ходить вот так вот с губами трубочкой. Дышать будешь через трубочку. Ешь через трубочку. Пухать через трубочку. Не надо, Егор Григорьевич. Рот закрой. Да, Тотя. Ты на входе? Я на входе. А что-то я тебя не вижу. Подожди, а ты на каком входе? На западном? А я на восточном перепутал. Ну надо же. Я сейчас пешочком дойду. Как раз мне полезно. Ага, думаю, минут 15 я буду. Ты давай мне заканчивай тут свой романтик. Иначе я тебе... Дубергей, входа он перепутал. Так. Продолжим. Продолжим. Стих. Я помню чудное мгновение. Перелетал за ограждение. Любых желаний исполнения и от самых преданных друзей. И там еще какая-то строчка. Я не помню, в блокнотике записано дома. Женя! Мы этот этап уже проходили. И стихи, и конфеты, и цветы. Но ты мне нравишься. И я тебе нравлюсь. Или нет? Или нет. Что? То есть, или да. В смысле, просто да. Ну так, поцелуй меня. Не могу. А, я поняла. Я поняла. Ты просто боишься моего папа. Кто я? Да никого я не боюсь. Ну ты же сам говорил, что он не отесанный дуб. Что сразу дуб-то? Максимум куст. И что он такой здоровый, как бабуин. Я не это имел в виду. Я имел в виду, что он родился в год обезьяны. И что лицо у него похоже на бульдога, которого не выгуливали месяц? Ну, максимум день. Женька, ну он об этом ничего не узнает. Да-да-да. 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 Я не это имел в виду. Значит, ты, очкарик, слушай меня сюда. Я тебе даю последний шанс уйти отсюда на своих двоих, а не уехать на скорой. Сейчас она возвращается, и ты говоришь, вам надо расстаться. Как расстаться? Рот закрой. Да, доченька. Ой, забыл же тебе сказать. Нашел я ключи в кармане. Выходит, не терял я их. Ты извини, если что не так. Я, в общем, жду тебя дома. Ага, давай. Короче, давай, скажи ей что-нибудь и вали отседова. А что я ей скажу? Да что угодно, скажи, что у тебя зуб разболелся. Так, а если она мне не поверит? Хочешь, чтобы я сделал, чтобы поверила? Нет. Давай, придумай что-нибудь. Скажи, что ты гей. Но я не гей. Уверен? Уже не очень. Хочешь, давай, решай вопрос. Быстро! Господи, нарочит голову с этими ключами. Я, 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 на. Я, я, я... На! Не. Я хочу. Точнее, я не хочу. Но нам нужно... В общем, нам нужно... Расстаться. Ты что, меня не любишь? Люблю. Ну, то есть, я думаю, это обычная влюбленность. Точнее, симпатия. Ну, просто как другу. Я гей. Ну, тогда я тоже хочу тебе кое в чем-то признаться. Ты тоже гей? Я беременна. Гоп! Гоп! Я, я хотела тебе это сказать, но ты вот это вот устроила непонятно что. Я не знаю, как теперь вообще. Это просто капец какой-то. Пожалуйста, не убивайте меня. Я не знаю, как это произошло. Я поясни не имею. Иди. Целуй ее. Как, как, как целуй? Вы же сказали, что вы мне эти чьи убьете. А сейчас, говорю, убью, если не поцелуешь. И скажи, что свадьба у вас скоро. Как свадьба? А как же университета учеба? Как-нибудь порежай, у меня все-таки ректор. Да вы. Яночка, я, я, я там глупость ляпнул. Я, я тебя люблю. И, и, и у нас будет свадьба. Правда? Правда? Да правда, правда, целуйтесь уже. Папа? Папа. Папа, что ты здесь делаешь? И вообще, что, в чем ты одет? Ты, 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 ты что за нами следил? Следил. Следил, следил, да не уследил. Эх, сейчас бы чикнуть кое-чего кое-кому. Да не хочется, чтобы мой внук жил с отцом без хозяйства. Ладно, давайте, определяйтесь с днем свадьбы. Кого приглашать будете. С моей стороны будет 62 человека, я все подсчитал. Ну и это, как его... Ресторан? Какой ресторан? В столовке университетской будете праздновать. Зря, что ли там мать заведующей работает. Так, а я пошел. Все, давайте. Ты куда? Куда, куда? В ЗАГС? Договариваться, чтобы вас приняли без очереди? Или ты хочешь с пузом замуж выходить? Как мать твоя? Мать твою, это ж матери еще все объяснять. Ах, черт. Ну, дурак. Ну, дурак. Прям как я в молодости. Господи, наконец-то он ушел. Я уже даже не знала, как от него избавиться. В смысле? Ты что, все это время знала, что он тут? Ну, конечно, знала. Ну, я туда-сюда гоняла. На второй раз я уже поняла, что что-то здесь не так. А на третий раз не побежала, а спряталась за деревом. И смотрела, как ты общаешься с кустом. Подожди, а вот это про беременность, это неправда? Женя, какая беременность? Мы с тобой даже еще не целовались. Я что ж думаю, оно же не воздушно-капельным передается. Ну, давай, нам никто не мешает. Да? А ну, стоять! Мама! Что вы тут надумали делать, а? Тетя Юля! Мама, что ты тут делаешь? Это вы что тут делаете? Значит так, экзамены сдадите, институт закончите, образование получите, работу найдете, пенсию оформите, а тогда целуйте сколько хотите. А сейчас бегом к экзаменам готовиться. Ну, мам! Не мамка, я сказала, бегом. Тетя Юля, можно хотя бы в щечку? Можно. Но только тетя Юля. АПЛОДИСМЕНТЫ Ян, ну подожди ты. Ну, уже все магазины мы обошли. Может уже хорош? Потому что если такая подготовка к твоему дню рождения, то сам день рождения я не переживу. Переживешь? Ради такого я тебя из того света достану. Да-да-да, ты достанешь, это прямо твое. Ну ладно, давай ты тут маникюришь маникюры. Вот, держи, а я погнал в офис, все. Вуся, подожди. Не-не-не, я на это не поведусь уже. В прошлый раз, когда ты сказала, подожди 15 минут, я зашел выпить бокальчик пивка, а очнулся, когда принесли счет на три бутылки водки. Вуся, ну мы сегодня маникюр будем делать не мне. А шо, опять ты за мои деньги будешь делать маникюр этой сучке? Перестань так называть мою маму. Я вообще-то про собачку твою. Кстати, у нее маникюр дороже, чем твой. Задумайся. Ну вот поэтому мы маникюр будем делать тебе вкусно. Смешно, смешно. Нет, я серьезно. Мне маникюр? Отлично. Давай маникюр сделаем, потом нарастим ресницы, выщипаем брови, татуаж, губы накачаем, задницу вот такую сделаем побольше, да? Нет, ну если ты так хочешь, то можешь, конечно, сделать. Яна, Алёна, что ты такое говоришь? Вот эти вот маникюры делают только парни, у которых есть свои парни. Ой, твой друг Евгений Борисович, он делает маникюр. Ну так он работает в Верховной Раде, там все такие. Не, ну кроме Вера Стюка, конечно. Ну, Пусть, ну пойми, ну я же все делаю для того, чтобы быть красивой. А ты даже маникюр не можешь сделать. Так это потому, что вам, баба, все время нужен тюнинг. А мы, мужики, рождаемся сразу в максимальной комплектации. Да-да, и прям вот с таким бампером. Это подушка безопасности. Ну, Егор, ну аж в 16 веке мужчины начали делать маникюр. А еще в 16 веке мужчины устраивали оргии. А еще сжигали на костре того, кто сказал, что земля круглая. Мы шо, сегодня после маникюра едем куда-то отжигать? Пусть, ну пойми, что после моего дня рождения у нас с тобой годовщина свадьбы. И будут фотографировать наши кольца. Вот у меня пальчики красивые, а у тебя как у слесаря. Да шо как у слесаря? Ну шо, я вообще темный. Шо, я не обрежу себе эти ногти? Да-да-да, я помню, как ты в последний раз подстриг себе ногти. Да нормально я подстриг. Да? Вся ванна в кровище. Так это я просто сильно дернул этот закусенец. Муся, ты себе чуть полпальца не отпанахал. Значит так, не будет маникюра, не будет секса. Ну, у тебя, может, не будет. Ну, у меня все нормально. Ладно. Тогда я перестану записывать на себя твое имущество. Это аргумент. Ладно, давай сделаем маникюр. Только я тебе предупреждаю, никаких вот этих модных штучек. Да-да, да-да. Мне нравится мне этот да-да. Да. Здравствуйте. Здорово. Позови этого мастера маникюра. Он перед вами. Так, все, до свидания. Буся, Буся, Буся. Да ну, блин. Посмотри, это, это крутой профессионал. Посмотри, сколько у него дипломов. Это специалист маникюра и педикюра. Пускай этот педикюр делает маникюр таким же, как он. Мне не надо. Вот зря вы так. Между прочим, каждый уважающий себя мужчина делает себе ногтики. А ты кто тебе нащептал? Твой паренек на ушко, да? Буся, это Энджи. Он специалист. Шо, Энджи? Нравятся тебе гладкие мужские пальчики, да? Буся. Шо? Ну смотри, ты сделаешь маникюр. У тебя могут красивые пальчики. И я позволю тебе пошалить. И... Ладно. Давай, только это, маску одень. А лучше противогаз. Не хочу видеть твою довольную рожу. Ну что ж, давайте посмотрим на ваши ногтики. Я хочу посмотреть материаль, с которым придется работать. На, смотри. Все рассмотрел или поближе тебя? Яночка, какой-то он у тебя напряженный. Может, я ему массаж кисти сделаю? Может, ты мне еще простату помассажируешь? Массажируешь? Скоро! Э, ты что? Кайфет, да, 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 да. Блин, да. Только Яна никому не рассказывай. А ты... Ты подпишешь бумагу о неразглашении, иначе я тебя убью. Какие у вас сильные мужские руки. Э! А у тебя хлипкая шея. Еще раз ко мне подкатишь, шея может сломаться. Пуся, ну мужской маникюр сейчас очень модно. Вот его делают Егор Крид, Даня Милохин и Маргенштерн. Маргенш что? Маргенштерн. Тогда не надо мне этого делать. Ну, нахрена? Давайте для начала определимся. Аппаратный или обрезной? Я никакой не обрезной, я православный. Я имею в виду, маникюрчик делаем ножничками. А как по-другому? Ты что, их грызть будешь? Буся, а он имеет в виду, тебе ногтики состригать ножничками или аппаратиком? Ножничками давай. Хрен его знает, что у него означает аппарат. Для начала ванночку принесу. Какую ванночку? Может ты мне еще в баньку сводишь? Ванночка нужна для того, чтобы распарить кожицу. Он меня что, еще мыть будет? Гуся, только пальчики, только пальчики. Я тебя предупреждаю, если он в мою ванночку залезет, я его в ней же утоплю. Ну, что, вы уже определились, каким лаком будем покрывать? Каким еще лаком, Яна? Ну, каким? Ну, бесцветным, таким просто защитным. Хотите, могу разноцветным разукрасить. Хочешь, я тебе морду могу разукрасить. Давайте тогда сначала обрежем лишнюю кожицу. Я что-то не могу понять, это салон или синагога? Гуся, он имел в виду кутикулы. Да нет у меня никаких кутикул, вылечил я их давно. Да за усеницы. Правильно говорить, за усеницы, потищенка. Давай, ладно. Кончик какой будет, острый или закругленный? Ты можешь другие слова подбирать. А то у меня в голове картинки стрёмные появляются. Буся Энджи имеет в виду, что тебе ноготь, ноготь, кончик ногтя делать закругленным или заостренным? Да ровным. Окей, окей, ровно так, ровным. Стразики клеем. Какие ещё стразики, Яна? Ой, мне так нравится, мне так нравится, когда блестит. Ты хочешь, чтобы я себе нос распонахал, когда ковыряться буду? А, ну да, опять вся ванна в кровище. Хорошо, и последний вопросик. Педикюрчик делаем. Так, всё, я пошёл. Буся! Да ну я его сейчас угадаю. Ну какой, что он мне предлагает? Буся! Здорово! Здорово! А ты что здесь делаешь? А ты мне скажешь, ты что, на маникюр пришёл, что ли? Я не, ты чего? Я не из этих, нет. Я просто с Янкой за компанию так тусуюсь. Зря, между прочим. Меня тоже же моя вначале привела сюда. Я думал, отстой. А потом такое началось. Что, серьёзно? Конечно, женщина же на пальцы обращает внимание. Да? Только я маникюр сделал, они прям на крючок прыгать сами стали. Так что, очень рекомендую, работает вот так. Понял. Ну что, я, наверное, сделаю тогда. Буся! Что? Короче, а давай это, не будешь делать маникюр, а? Что это я не буду делать, я не понял. Я уже настроился, там, шелак, шмелак. Буся, я просто попрошу у фотографа, чтобы он на фотошопе сделал всё это красиво. Ну как же, ну ты ж хотела, чтобы... Буся! Я тебя и такого люблю. Поехали домой шалить будем. А, шалить? Ну ладно, это можно. Давай, Серёга, удачи. Всё, пока, Энджи. Так, что, какой делаем маникюрчик? Сильный, пожалуйста, такой, но выдержанный. Меня тут в Верховную Раду обещали устроить задним числом. Я так понимаю, педикюрчик тоже делаем? Всё делаем. И педикюрчик, и зону бикини, и шугаринг. Меня на лидера партии выдвигают. Лекарство. Сегодня собеседование. О, отличное. Так, ну что ж, все вроде здесь. Ну что, Николаич? О, Григорьич, здорово. Здорово. Вот, так сказать, воспользовался служебным положением. Всех вычислил. По транзакциям, по счетам, по карточкам. Все здесь. Класс, спасибо, Николаич. Я бы без твоей помощи, наверное, их полжизни бы искал. Да брось, мы ж друзья. Всё это друзей. О, я ж тебя с женой ещё не познакомил. Вика, иди сюда. Моя половинка. Знакомься. Виктория, меценат. Нет, нет, по паспорту я круторогова. Руторогова. По паспорту, по паспорту тебя уже знают. Во всех лохотронах, во всех банках. Это мать Тереза всех нуждающихся аферистов. Вика. Очень приятно, Сергей. А вы друг Егора? Да. Так заходите к нам в гости. Мы живём недалеко, по Житомирской трассе. Потом налево поворачиваете. Наш домик третий, самый красивый. Мы калитку никогда не закрываем. Ты калитку закрой свою. Давай всем расскажем, где мы живём. Давай расскажем всем, что я возвращаюсь с работы каждый день в 7 часов. В 7 часов. Ага. Что собаки у нас сторожевой нету, потому что ты калитку никогда не закрываешь. Ты видел кого-нибудь такую наивную, а? Скажите, пожалуйста, а кто вот эти все люди и что мы с ними будем делать? О, Викуля, это всё члены твоего благотворительного фонда. Да. А сейчас мы из них будем делать жертвоприношение. Да вы не переживайте, пока менты здесь нас не тронут. Ну, не буду вам, как говорится, мешать. Пойду в лес, понятых не найду. Давай, давай. А вот теперь переживайте. Э-э-э, погодите, пускай полиция останется. Мы лучше в тюрьму сядем. Конечно, сядете. Это уже после того, как из больницы выйдете. Ну, это если, конечно, кто-то выживет. О, смотри-ка слабенький какой. Так, ну ладно. Викуся, я приветствую тебя на шоу «Интуиция». Ништяка, какой приз? Приз? Вот он, ваш приз. Сейчас мы будем угадывать всех этих аферистов, которым ты перечисляла деньги. Давай-ка мы начнем с службы безопасности банка. Ну, того, который тебе позвонил и выудил у тебя пин-код от твоей карточки, а заодно и ЦВВ-2. Ну-ка. Может быть, вот он? Нет, это не «Интуиция». Тогда, может, вы? Не-не-не-не-не-не-не-не. Или вот. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет-нет. Викуешь, что-то подводит тебя твоя женская интуиция. А вот моя бейсбольная бита никогда меня не подводила. сейчас я буду отгадывать это на кредитах все сидели царь царевич король королевич сапожник портной кто не пойдет отсюда вот мы и вычислили службу безопасности банка отлично а ты кто а я ваш сын сбил бабушку на пешеходном переходе вышлите денег иначе мы его посадим по позже а ты а ты молись чё за беспредел за развод лоха мокрушничать не по понятиям какая феня какая интонация прям точь-в-точь как у менеджера привата да как ты могла на такое повестись господи но просто он мне сказал что ваша карточка заблокирована и чтобы ее разблокировать нужно сообщить код с обратной стороны сначала нужно мозги разблокировать веку не сказал чтобы мне пришел на карточку бонус нужно сообщить пин-код от твоей карты и что пришел бонус и еще нет я жду а пока ты ждешь к службе безопасности банка бонус уже пришел твою мать о точно ну-ка сообщите нам девичью фамилию вашей матери красивая фамилия а теперь назовите любые четыре цифры какие да любые за чего это будет наш секретный пин-код ну чтобы как-то определить количество ударов на сегодня 301 ты умный котеныш видала какой ну его же нужно поменять потому что он слишком небезопасный нет и нормальный нужно поменять а для того чтобы поменять нужно сначала вставить карточку банкомат они не у меня банкомат не работает но 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 не надо тебе какой стороной чипом вперед и или назад никакой да ладно боком войдет ну ладно продолжим так как кто из вас наш сынок который в три часа ночи нам звонил и кричал я ударил бэнтли мне срочно нужны деньги я сынок а вырос тут и как викуль ну что ж ты стоишь то так иди мать обними сын а сколько лет не виделись ну куда ты идешь я чё вообще ничего не смущает тебя не смущать что это не твой сын тебя не смущает что у нас вообще дочь чужих детей не бывает понятно сынок сколько тебе лет то 44 44 да а что ж ты все 44 года не заходил к своим родителям а я адрес не знал только телефон да и все хорошо так с родителем не хорошо сынок посмотри на мать она же извелась вся она же место не находит себе она же не знает где ты с кем ты что ты покушал ли ты одел ли ты шарфик сейчас отец тебе всыплет по первое число сейчас я тебе буду драть как сидорову козу ты у меня на пятую точку сесть месяц не сможешь ты понял меня урод мать сын-то у тебя совсем взрослый а до сих пор под себя писается ничего ничего все будет хорошо сынок все будет хорошо папа тебя вылечит от энуреза сынок я не ваш сынок да я знаю конечно же нет у нас же дочь и вот чтобы мама не путалась сейчас мы из тебя будем делать дочь тебе что больше нравится садовые ножницы или по металлу да чё там выбирать давай ему тоже через банкомат о вам понравилось и я все верну конечно вернешь ты не бойся папа тебя бить не будет если ты папе честно скажешь а куда ты потратил деньги которые тебе дала мама на сигареты алкоголь и школу и шторы шалаф ты купил себе любовь за мамины день шалаф тихая любовь да я понял сынок я тебе обещал что не буду тебя бить сейчас мы сядем в нашу новую машину поедем домой попьем чаю и поговорим да правда конечно правда как только ты подгонишь эту новую машину которая она у тебя выиграла в этом эксклюзивном розыгрыше в котором нужно было не платить ни одной гривны всего лишь одну тысячу гривен на оформление документов ты она придумывали блин разводняков моё время вообще такого не было у нас были только напёртки и все у кстати хочешь сыграть со мной в напёртки я как-то не очень поздно игра уже началась кручу верчу всех обмануть хочу кто смотрит внимательно тут получит обязательно ну в какой руке звездюль на левый правильно давай 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 игра продолжается и у нас призовая игра кручу верчу всех обмануть хочу в какой руке звездюль на правой неправильно я левша встаем встаем ведь нас ждет супер игра так идем дальше кому ты там еще помогала я спасла жизнь человеку да я сдала на операцию по пересадке почки моя ты сердобольная кто у нас почечник а как ваше здоровье как операция прошла не успели что случилось умер сейчас недолечили получается сейчас мы долечим наверняка весь вопрос в неправильном диагнозе сейчас мы вас диагностируем тут сейчас прям тут сделаем мрт скажи-ка а вот тут у тебя болит 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 да а вот тут болит ну смотри он же весь больной тебе лежать надо можно я домой пойду лечить нету что это все не коронавирус какой-нибудь тут серьезное заболевание сейчас мы тебе почку прямо тут слева направо переставить а он просил еще и на сердце проблемы сердцем у него да ты совсем больной слушай прилечь тебе надо я тебе как доктор говорю сейчас я тебе анестезию сделаю ты полежишь отдохнешь кстати сколько ты ему перечислила чтобы понимать дозу для анестезии пять тысяч до тут на две дозы хватит не надо я совершенно здоров да как так уже то свершилось чудо мысли человека надо же и сказал он ему встань и иди потом добавил ляжь и лежи его рекорда можешь мне скинуть две тысячи гривен а то мама пишет в фейсбуке что ей нужно на билетик она приедет и сразу отдаст бедная мама кто у нас мама из фейсбука моя ты ласточка мама мы же вас так ждали вы же не будете пить женщину нет-нет-нет что вы мама я же вас так ждал я так скучал дайте я вас обниму мамочка я все понимаю у вас сложное положение сейчас вам же нужны деньги на лечение вставной челюсти зубы у меня свои это же пока мы не закончили у вас все впереди давайте полежите тут час час к вам дойдем а ты чё дрожишь кто ты тварь дрожащая вот и беспроцентные кредиты деньги на лечение за и кане я спрашиваю МММ? МБ. МБ? МБ? МБ. Это что за хрень-то? Я не знаю. Мы занимаемся лечебной косметикой. Так, слышь, косметика, давай вали отсюда, не до тебя сейчас. А ну стоять! Тварь! Это же та самая лечебная косметика, которая мне не помогла. У меня потом прыщи были на лице, а у Светки чаряк на заднице. Нет! 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 Лучше бы я сыну помогла. Нет, мне больше не надо. Успокойся, успокойся. Так, косметика, давай вали отсюда. Ага. Пока живой. А хотите бесплатный пробничек? Я тебя сейчас убью, иди отсюда. Успокойся, успокойся. А ты? А я? А я? Ты кто? А я тоже косметика. Да? Можно я пойду? Не, я чую, что ты аферюга. Да я правда, я косметика. Купите крем от морщин. Смотрите, ни одной морщинки. Да ты сплошная морщина, сволочь. Кто ты такой, а? Я ничем противозаконным не занимаюсь. Да? Простите, тут произошла какая-то ошибка. Вспомнила. Вспомнила. По, по, по этому, простите, произошла какая-то ошибка. Вспомнила. Он же больше всего денег тянет. Я работаю в центре коммунальных платежей. Газ, вода, отопление. Убей его! Тихо, тихо, тихо. Я тебя давно искал. Ты скотина. Я газ за свои бабки проводил. А ты с меня еще за транспортировку берешь. Я всего лишь исполнитель. Заказчики наверху. Ага. Вы не поверите, я и сам им плачу. Да, 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 да. Я вспомнил, он и мне каждый месяц звонит. Аферюга такой, а? Это не я. Ах ты, падла. Это из-за тебя я начал вот этим заниматься. Братан, отдай его нам. Налетай на него! Давай! Сейчас! Сейчас свои сожжайся. Григорьич! А-а-а! Пусти меня. Вот еще одна аферистка. Поймал, понимаешь? Ты что, придурок? По транзакциям, понимаешь? С твоей карточки на ее счет постоянно деньги уходят. Давай, ну-ка дай. Григорь, что такое вообще? Я не поняла, что такое. Ну-ка, заткнись, аферистка! Егор! Это что здесь происходит? Вика, это я тебе сейчас все объясню. Это не то, что ты подумала. Все ясно, Егор. Ты попал. Ты попал на удочку вот этой вот аферистки. Это же аферистка. Она позвонила тебе и сказала, я твоя сестра, скинь мне денежку. Правда же? Да. Да. Что смотришь, аферистка? Обманула меня еще тысячу таких, как я. Егор, что такое? Что происходит? Я не поняла. Так, ну-ка пойдем, сейчас с понятым это будешь объяснять. Вика, какая ты молодежка? Это же дебья ломута. Украина, Украина. Украина мае гумористичный талант. Ого! Ого! Приходь 8-го та 9-го жопня на головну подію осені. Концерт дизель-шоу у Палаці Україна. Это традиция. Не я ее придумал, и не мне ее от меня. Вы приходите, мы запалюем. Только по секрету. Квитки на сайті дизель-студио трапка ком та контрамарка Юэй. Телезъемка Айсі Ті Ві.